Здравствуйте! С вами Роман Выстороп в эфире Дзержинского 102. Программа о работе Ставропольской полиции в происшествиях и раскрытых преступлениях. Сегодня в выпуске. Против течения. В Ставрополе накажут любителей кататься по встречной полосе. Все свое вожу с собой. У водителя такси нашли более полутора килограммов марихуаны. И под надежной защитой. Кто они? Лучшие участковые края. А начинаем по традиции с криминальных новостей. Неделя выдалась неудачной для любителей наркосодержащих растений. В Невиномыске изъяли 69 кустов конопли, а в Шпаковском районе полтора килограмма готового продукта. Тем временем в Ставрополе мужчина сжег машину соседки. Дарья Белая с подробностями. В Ставропольском крае оперативники изъяли у водителя такси более полутора килограммов марихуаны. Полицейские получили информацию о том, что житель Ставрополя причастен к незаконному сбыту на территории города наркотических средств растительного происхождения. После проведения проверочной закупки с документированием факта сбыта гражданин был задержан. Автомашину с разметкой одной из таксомоторных фирм остановили в селе Верхнерусском Шпаковского района. В ходе осмотра в салоне транспортного средства обнаружен полимерный пакет с веществом растительного происхождения. Перевозите что-либо? Да. Что перевозите? Месяц размещено. Что перевозите? Анаплю. Куда вы ее везете? Куриц. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество марихуана массой более полутора килограммов. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Также в Ставрополе возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения имущества. Житель краевого центра в ходе ссоры с соседкой-пенсионеркой сжег принадлежащую ей иномарку с находившимися внутри электроинструментами. Сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия установлено, что между потерпевшей и подозреваемым сложились давние неприязненные отношения. Мужчина и женщина регулярно конфликтовали, а в один из дней злоумышленник, будучи в состоянии алкогольного опьянения, облил керосином и поджег припаркованный у дома заявительницы автомобиль. Сотрудники полиции задержали и доставили мужчину в отдел внутренних дел. Он сознался в содеянном. А в Невиномысске сотрудники полиции выявили факт незаконного культивирования наркосодержащих растений. В ходе отработки оперативной информации полицейские обнаружили и изъяли по месту жительства 48-летнего гражданина 69 кустов конопли. Мужчина пояснил, что создал благоприятные условия для произрастания растений в подсобном помещении, а также ухаживал за ними, чтобы в дальнейшем изготовить наркотическое средство для собственного употребления. Возбуждено уголовное дело. Эти люди стоят на страже нашей с вами безопасности. Они занимаются профилактикой правонарушений, расследуют преступления. Именно к ним мы зачастую приходим, если случилась беда. На Ставрополье выбирают лучшего участкового, а тех, кто участвует в конкурсе, в нашем сюжете. Как театр начинается с вешалки, так и безопасность граждан начинается в опорном пункте полиции. Именно сюда мы зачастую обращаемся, если возникли проблемы. Именно участковые первыми приходят на помощь в трудную минуту. Занимаются профилактикой бытовой преступности, детской беспризорности, алкоголизма и наркомании. В органах внутренних дел трудятся десятки тысяч участковых уполномоченных полиции. По статистике ими раскрывается каждое четвертое совершенное преступление. Сейчас на Ставрополе выбирают лучшего участкового. Второй этап конкурса «Народный участковый» стартовал 7 октября. Пятеро победителей первого этапа живут и трудятся в разных районах края. Но всех их объединяет любовь к своему делу. Так кто они? Лучшие участковые края. Ислам Хуранов живет в курортном Пятигорске. Его участок расположен в самом центре города, где всегда шумно и много туристов. А значит, и работы немало. К людям, проживающим на участке, добавляется развеселая толпа курортников, которые, если совершают преступление, уезжают домой. Ищи их потом. Может быть, поэтому Ислам даже в отпуске не может оставить службу? Мне с трудом дается отпуск, потому что долгое время я не могу находиться вне работы. И поэтому практически каждый день во время отпуска прихожу в участковую полицию и помогаю ребятам. А в соседнем Железноводске несет вахту Дмитрий Сафонов. Еще в старших классах он принял твердое решение служить в полиции. И поступил в Ростовский институт МВД. И вот уже больше пяти лет он зорко следит за своим участком. Сейчас Дмитрий уверен, что ни на секунду не ошибся в выборе профессии. За годы своей службы я убедился, что принял правильное решение в выборе своей профессии. Являясь старшим участковым полномоченным полиции, я могу помогать гражданам, нуждающимся в помощи сотрудников полиции. Мне нравится быть сотрудником полиции, потому что я могу помочь людям, попавшим в беду. Не пожалел о своем решении и Рамзан Хусаинов из Новоселецкого района. В детстве он очень любил детективы, мог часами смотреть по телевизору сериалы про талантливых сыщиков и, конечно, представлял себя на их месте. Когда повзрослел, решил детскую мечту сделать профессией. Сегодня он на посту в любую погоду и гордится тем, что стал настоящим полицейским, а не киногероем. Защищать интересы граждан и их имущества, служить барьером между преступным миром и гражданами, воспитывать подрастающее поколение. В очередной раз хочу вас обезопасить, предупредить о мобильных мошенничествах, чтобы вы не предоставляли никаких своих персональных данных посторонним лицам. Виталий Рыбачик служит в Новоалександровском городском округе. Его карьера началась со службы в ППС, но уже через пару лет талантливый полицейский стал участковым. Виталий уверен, что служба в полиции – это командная работа. И любую проблему можно решить сообща. Он номинируется на конкурс уже второй год подряд. На мой взгляд, у участкового не должно быть трудностей. Он должен быстро и четко оценивать обстановку, принимать решения. Но даже если возникают трудности, то у меня есть хорошие коллеги, которые могут помочь в любой ситуации. Участковый из Буденовска Гаши Махмедов тоже нам уже знаком. Он с детства мечтал быть полицейским. Сейчас мечта сбылась. На службе уже 10 лет. А в 2014 году принял свой участок. Он по праву гордится тем, что может найти общий язык с любым человеком. И знает всех на вверенной ему территории. Участковых часто называют универсалами своего дела. Нам приходится лично заниматься сразу всеми и вести всю документацию, вставлять протоколы, расследовать дела и раскрывать преступления. И, конечно, выполнять самую главную часть работы – общаться с жителями. Я считаю, что люди идут работать в полицию и правоохранительные органы, чтобы обеспечить безопасность граждан, защиту их прав и свободу. Несмотря на то, что все наши герои очень разные, в одном они похожи. Все уверены, что в случае победы для них ничего не изменится. Хотя, конечно, победить хотят. И мы можем им помочь, проголосовав в режиме онлайн на сайте Главного управления МВД России по Ставропольскому краю. Второй тур конкурса «Народный участковый» продлится до 16 октября. Победитель этого этапа представит Ставропольский край на всероссийском конкурсе. А продолжает выпуск наша постоянная рубрика «Дорожный патруль». Сегодня расскажем о коллекционировании штрафов, хитром автоаферисте и традиционных выпивохах. А еще узнаем, чем заканчивается выезд на встречку – специально или по недосмотру. Расплата за убийство. В Ставрополе вынесли приговор убившему таксиста-пассажиру. Напомним, в декабре 2018 года житель краевого центра напал на водителя такси и задушил его заранее заготовленной веревкой. Позднее тело обнаружили в окрестностях Пелагиады. Добычей убийцы стал автомобиль погибшего. Полицейские нашли злоумышленника вместе с краденной машиной в соседнем регионе. За это время мужчина успел совершить еще и разбой. Угрожая ножом знакомому, забрал у него свыше 760 тысяч рублей. За преступление Ставрополец ответит по закону. Суд приговорил его к штрафу и 20 годам колонии строгого режима. Заплатит по счетам и путешественница из Андроповского района. Женщина любит ездить за рулем, нарушая правила, но не любит оплачивать штрафы. Их она накопила почти две сотни, но гасить не торопилась. Судебные приставы выяснили, что в собственности должницы есть иномарка. Авто арестовали и изъяли. Если в ближайшее время женщина не оплатит накопившийся 300 тысячный долг, то машина уйдет с молотка. А вот 29-летний житель Ставрополя умудрился продать чужой автомобиль. Парень взял машину в прокат, приехал к знакомому и уговорил его купить авто. При этом деньги за машину он взял сразу, а документы на транспорт обещал отдать через несколько дней. Только расплатившись с аферистом, покупатель увидел фото купленного им автомобиля в интернете на странице проката. Полицейские нашли злоумышленника, деньги он успел потратить, а машину сдал обратно. Теперь торговец с чужими машинами ответит по статье «Мошенничество». Пьяный и громкий. Ночью жители поселка Иноземцево пожаловались полицейским на шум и громкую музыку из припаркованной около их дома машины. На место выехал наряд ДПС и застал нарушителей. 33-летний водитель оказался нетрезвым, но от медосвидетельствования отказался. А водитель из Грачевского района не стал ломать комедию и отрицать очевидное. Поздно ночью его легковушку остановили полицейские. Машина цепляла обочину, да и сам водитель едва стоял на ногах. Причина – сильное опьянение. Это подтвердило и медосвидетельствование. В свое оправдание мужчина рассказал, что ехал медленно и поэтому надеялся, что его не накажут. Но отвечать ему все равно придется, а медленно можно двигаться и пешком. Штрафы и лишения прав грозит и водителю маршрутки, который едва не спровоцировал ДТП на оживленном перекрестке краевой столицы. Он объехал пробку по встречке через сплошную и продолжил движение на красный. Дерзкую выходку сняли на видео очевидцы и разместили в соцсетях. Сотрудники ГИБДД города уже нашли нарушителя. Он ответит по закону. Алка-рецидивист. Полицейские Патовского округа на одной из улиц остановили автомобиль. За рулем находился 48-летний местный житель. Мужчина по внешним признакам был пьян, но проходить медосвидетельство не отказался. При проверке выяснилось, что в августе этого года водителя оштрафовали и лишили прав на полтора года. Однако нарушителю это не помешало продолжить ездить. Теперь возбуждено уголовное дело. Прозевал. Поздно ночью водитель легковушки на перекрестке проспекта Кулакова и улицы Ленина в Ставрополе свернул навстречу. 37-летний мужчина опомнился только когда увидел стоп-линию и разметку. Нарушение попало в объектив камеры. Теперь невнимательность дорого обойдется нарушителю. Ему придется заплатить штраф в 5000 рублей. Нервная работа. В Ставрополе полицейские остановили автомобиль, осуществляющий ритуальные перевозки. Оказалось, что водитель автомобиля не трезв. Видимо, снимал стресс на работе. Процедура освидетельствования подтвердила состояние водителя. Авто отправилось на штрафстоянку, а водителю теперь придется сменить вид деятельности. Будьте внимательнее за рулем. А если вам понадобится помощь полицейских, звоните по номеру 02 с городского телефона, 102 с мобильного и 112 в вызов всех экстренных служб. С вами был Роман Выстараб. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова